МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые товарищи, сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия – принципы построения советской власти и практика СССР. Читает лекцию депутат Государственной Думы 2-го созыва Владимир Федорович Григорьевич. Пожалуйста. Это... Пускай так лежит. Ну, уважаемые товарищи, ну, честно говоря, эта тема настолько сложная. Я, когда стал готовиться к ней, перекопал гору литературы. В общем, эта тема очень сложная, серьёзная. И, будем говорить, выводы из этой тематики должны быть, ну, будем говорить, достаточно серьёзными. Почему? Вот я начну с простого примера. Вот вы знаете, у нас есть атомная энергетика. Вот я работал на Ленинградской атомной электростанции. Мы работали, в общем-то, нормально, практически без аварий до 1986 года. А потом случилась неожиданно авария на Чернобыльской атомной электростанции. Вопрос, почему, и вот, кончая вот нынешним столетиям, вот блоки на многих станциях работают безаварийно, а там произошло вот такое событие. Потому что произошла авария по совокупности всех факторов, и проектных, и, ну, там, строительных, и, самое главное, по человеческому фактору. То есть неправильная эксплуатация привела к такой большой катастрофе. Ну, это вот простой примитивный пример. Такая же картинка складывается, ну, естественно, общественно-политические отношения, это гораздо серьезная, более серьезная сфера, нежели простая техника. Вот началось построение социалистического общества в Советском Союзе. И, тем не менее, спустя энное количество десятилетий произошла катастрофа. Рухнуло государство СССР и рухнул социалистический строй. И вот каковы причины его? И где была сделана ошибка? Или недопонимание чего-то? Вот поэтому эта тема такая, что нужно искать и взвешивать как положительные стороны практики построения социализма в СССР, так и негативные последствия, ну, будем говорить, не совсем правильных решений. И вот для того, чтобы было больше понятно, я начну с дореволюционного периода. Перед Первой мировой войной Россия действительно была на пятом месте по совокупному валовому продукту, на пятом месте, устойчиво. Их три страны примерно с одинаковыми показателями – Германия, Франция и Россия. Первые две страны, как США и Великобритания, гораздо выше находились. Россия, казалось бы, вот находится в пятёрке лидеров, но на самом деле она всё больше и больше отставала по ряду причин. Но тем не менее, после 1861 года Россия прошла довольно большой путь, мы будем говорить, индустриализации. После отмены крепостного права в России произошла весьма приличная промышленная революция. Появились они просто отдельные заводы, а целые промышленные районы. И вот к началу Первой мировой войны концентрация рабочего класса была довольно большой. И вот смотрите, последние выборы 1913 года, 12-13 годов, привели к тому, что в Государственной Думе появились социал-демократы, как большевики и меньшевики. Причём большевистская фракция, по сути дела, была довольно значительной, но все депутаты были выбраны от крупных экономических районов, пролетарских. Ну, естественно, Петербург, депутат Бадаев, нынешний Днепропетровск, Григорий Иванович Петровский и так далее. Шестеро депутатов, но пятый оказался провокатором, шестой оказался провокатором, поэтому о нём и не будем говорить. Ну вот, это большевики. И также такая же примерно картинка была там, где послабее была большевистская партия, там выдвинули меньшевиков. Тем не менее, это была рабочая курия. О чём это говорит? О том, что, несмотря на то, что правящий режим, царизм в целом замедлял демократизацию общества, тем не менее, они вынуждены были пойти навстречу требованиям рабочего класса. И появились депутаты в Государственной Думе. Я про третью говорю, там тоже были. Просто вот в качестве примера. Накануне Первой мировой войны. И когда анализируешь социально-экономические и политические условия развития советского государства, вот вы знаете, я смотрю и иногда удивляюсь тому, что мы не совсем правильно делали акцент. Мы сравнивали успехи Советского Союза, Советской власти с довоенным периодом. Там действительно был 13-й год, год наивысшего подъёма, будем говорить, экономики России. Но между взятием власти в 17-м году и 13-м годом было три года кровопролитной Первой мировой войны, где экономика России была разрушена. И физически, и до полного износа оборудование эксплуатировалась. И в частности, в качестве примера приведу такую цифру. Вот смотрите, Германия наш основной противник. Там было всё поголовно грамотное население, как-никак. И поэтому при сопоставимых потерях в людях Германия в относительном порядке потеряла меньше грамотных людей, чем мы. Из тех нескольких миллионов российских подданных, призванных в армию, мы потеряли очень большое число грамотных людей. И к концу 17-го года, мы будем говорить, общий грамотный потенциал даже для экономики, он резко упал. Потому что часть была в армии, а на место выбывших приходили не совсем образованные подростки, женщины и так далее. Но тем не менее, экономика работала. И, соответственно, росла сплочённость рабочего класса. Особенно это касается промышленных центров. И в первую очередь Петрограда. Потому что в Петрограде было на небольшом количестве по масштабам России предприятий, большая концентрация рабочего класса, которые были, будем говорить, сторонники большевистской партии. И вот хотя сравниваешь, в 15-м году прошла в районе Рейнбаума конференция Петроградской партийной организации большевиков. Там было 50 делегатов. И, исходя из того, что численность организации не очень большая, но тем не менее, по квоте, что один делегат от 10 членов партии, то есть численность Петроградской партийной организации было не менее 500 человек. Казалось бы, вот капля в море, но тем не менее, Петроградская партийная организация, Петроградский комитет имел колоссальнейшее влияние на рабочий класс. Потому что они были не только руководителями, но они вместе с другими работали на предприятиях Петрограда. И далеко не случайно первые признаки революции появились не в 17-м году, а несколько забастовок серьёзных и на Путиловском заводе, и в защиту арестованных моряков-балтийцев произошли в 16-м году. И когда развал инфраструктуры воюющей России достиг апогея зимой 17-го года, нехватка топлива, нехватка хлеба привели к тому, что пошли стихийные выступления трудящихся. Но сейчас некоторые историки говорят, что якобы большевики к этому не имели никакого отношения. Ну, в какой-то мере да. Почему? Потому что царковь и охранка трижды арестовывала состав Петроградского комитета партии большевиков. Поэтому к 17-му году наиболее опытные были в заключении. Тем не менее, когда произошла февральская революция, Петроградской организации партии большевиков удалось создать, естественно, вместе в какой-то степени с меньшевиками, Петроградский совет рабочих депутатов, который фактически наряду с временным правительством, будем говорить, играл такую же роль. То есть, создалось, пусть и хрупкое, но двоевластие в стране. Не только в Петрограде, но и в стране. По примеру Петрограда в марте-апреле возникли советы во многих городах и регионах России. И вот здесь стал вопрос вообще перед трудящимися. А что дальше? Владимир Ильич Ленин и в целом партия большевиков стояли на принципиальных интернационалистских позициях за прекращение войны, за мир без всяких аннексий, контрибуций. Ну, поскольку время тяжёлое было, в полной мере не удалось реализовать до осени 1917 года требования эти, будем говорить, на практике. И только после того, как произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, первыми декретами вот как раз и были те требования, которые провозглашались в решениях большевистской партии. Это мир без аннексии, контрибуций, земля крестьянам, заводы рабочим. В общем, были решены первые политические требования. Но, а дальше встал вопрос, а что дальше? Ну, ведь это политические лозунги, а нужно как-то пролетарское государство, чтобы оно функционировало на практике. Опыта никакого не было. Понимаете, вот опыт Парижской коммуны, ну, это 72 дня, и он большого практического опыта для нашей страны дать не мог. Да, это великое историческое событие, но это кратковременная вспышка, где никаких, по сути, организационных крупных решений не было принято. Она пала под натиском контрреволюции. И вот здесь, вы знаете, практика строительства советского государства, практика работы советской власти, она показала, как можно в условиях тяжелейшего политического, экономического кризиса пройти как бы по лезвию ножа и удержать власть трудящихся. Но первое. Каким образом удалось, несмотря на тяжелейшие потери, выйти из участия в Первой мировой войне? Советская Россия пошла на переговоры с Германией, и несмотря на то, что во главе Германии стояли отъявленные милитаристы, ярким представителем которой этой группировки были такие генералы, как Людендорф, Гофман, ну, естественно, тем не менее, они вынуждены были пойти на переговоры, и довольно серьезно они вынуждены были прислушаться к мнению российской стороны, советской стороны. Конечно, они нарушили эти первоначальные договорные, так сказать, обязательства, и началась вот эта в феврале месяце интервенция со стороны Германии. Тем не менее, после заключения Брест-Литовского мирного договора советская власть устояла, она не пала под натиском иностранной военной интервенции. Это уже был опыт серьезной практической работы советской власти. Да, сейчас вот среди ура-патриотов современной буржуазной России идут крики, изменили и так далее, и тому подобное. Ничего подобного. Россия уже не могла воевать. просто армия, она не просто разложилась, она устала серьезно от всей этой трехлетней бойни. Поэтому, несмотря на то, что был заключен мирный договор, казалось бы, все успокоилось на Западе, и тем не менее, советская власть поняла, что без вооруженных сил не обойтись. И здесь уже вот политика гражданской войны такова, что нужно было в серьезных экстремальных условиях строить новую пролетарскую армию. Первоначально на добровольческой основе Красная армия строилась, а потом уже в середине 18-го года и пошла мобилизационная практика построения Красной армии. Но это все не экономика. Знаете, вот как бы рабочий класс в этом участвовал опосредственно. То есть, он вооружение делал, добровольно вступал в ряды Красной армии по призыву партии. Но вот хозяйственная жизнь, она серьезно пострадала, потому что в результате немецкой оккупации были отторгнуты наиболее будем говорить экономически развитые территории Украина, часть Белоруссии, потом и полностью и Прибалтика. В дореволюционное время эти регионы играли довольно значительную роль, поскольку они работали в одной связке, имеется в виду Прибалтика и Петроград, Петербург, они играли как бы роль единого экономического центра. И возник вопрос, что дальше делать в условиях, которые сложились к марту 2018 года. И было принято решение о переводе советского правительства из Петрограда в Москву. Что и было сделано. В марте месяце исполнительная и вся высшая власть Советской Республики переехала в Москву. Здесь в этом плане управляемость улучшилась. И дальше возник вопрос в условиях гражданской войны уже в условиях будем говорить недостатка сырья, топлива, ухода значительной части рабочего класса в армию и другие обстоятельства также складывались. Экономика начала падать. И вот я не буду касаться именно вопросов гражданской войны. И вот конец 20-го года. В принципе уже советская власть устояла не только против германского империализма, но и против объединенного похода и стран Антанты и других интервентов. То есть устояла. В принципе всем стало понятно, а в мире стало понятно, что советская власть поддерживается народом, как бы не верещали, извините за такое слово, и за рубежом, и в том числе убежавшие за пределы страны эксплуататорские классы, представители их, довольно значительная часть. Стал вопрос, какова дальнейшая должна быть практика советской власти, а к концу 20-го года, вы знаете, очень серьезное положение в экономике сложилось. Если по разным оценкам до войны рабочий класс России составлял около 10 миллионов человек, то к концу 20-го, начало 21-го года число, общее число рабочих на предприятиях сократилось до 1 миллиона 200 тысяч. Вы понимаете, почти десятикратное падение численности и соответственно организованности. Вот я подхожу как раз к тому моменту, который очень важен в понимании и нынешней ситуации. В 17-м году, по сути дела, в рамках Петроградского совета туда были делегированы представители крупных и средних предприятий Петрограда. А предприятиями управляли фабрично-заводские комитеты, то есть прямое представительство рабочего класса в управлении экономикой. И казалось бы, так было бы наиболее существенно и продолжать эту линию, но в связи с резким снижением численности рабочего класса в целом по стране и в Петрограде тоже уже такой принцип, к сожалению, не проходил. И приходилось, да, было представительство рабочих в органах советской власти, в экономических учреждениях, но тем не менее уже того, будем говорить, влияния рабочий класс уже по окончании гражданской войны не имел. и поэтому здесь, как говорил Владимир Ильич Ленин, что вся советская власть и состояние дел в стране определяется тем тонким слоем партийцев, которые есть в партии, имеется ввиду грамотных большевиков. И вот партия расставляла на многих политических постах, в том числе и в экономике, свою основную силу тех, кто был закален и до революции в политической борьбе, и во время гражданской войны. Таким образом удалось стабилизировать политическое состояние советской власти. Хотя вы помните во время 10-го съезда партии произошло знаменитое контрреволюционное выступление, так называемый Кронштадтский мятеж. Там, где были по сути дела антикоммунистические антисоветские лозунги, хотя они прикрывались такими лозунгами Советы без коммунистов и так далее. То есть это тоже было. И тем не менее советская власть не только устояла, но и разгромила вот те контрреволюционные выступления, которые были в конце 20-х, вернее, 20-го года, 21-м году. Но и это было не самое трудное, потому что всё-таки советской власти уже доверяло большинство населения России. После окончания гражданской войны возникли противоречия среди собственной партии. Вот мы все помним знаменитую речь Владимира Ильича Ленина на 8-м съезде Совета в декабре 20-го года, где Владимир Ильич Ленин, хотя понимал, что эта перспектива, тем не менее, обозначил те позиции, которые должны быть перед партией, перед советской властью на хозяйственном фронте. Это доклад, знаменитый план Гуэрло. Там первая ступень, на основе которой всё должно было развиваться в экономике советской России, это электрификация всей страны, а дальше уже на базе развития электрификации и дальнейший рост экономики. И вот интересно, мы все читали как бы наши школьные студенческие годы, да и позже, что вот как бы на этом всё и закончилось, все восприняли, но когда читаешь документ, там было сказано, что после доклада Владимира Ильича Ленина было принято решение прений по этому вопросу не открывать. И тем не менее, на следующий день выступил председатель Высшего Совета Народного Хозяйства Алексей Иван Шриков, который по сути дела выступил в разрез с речью Владимира Ильича Ленина. Я не буду там цитировать, поскольку цитата довольно внушительная, но самое главное, он сказал, что наша основная задача имеется в виду Советская Россия, быть поставщиками сельскохозяйственного сырья и вообще сырья для более развитых стран, у которых экономика гораздо сильнее, чем у нас. Это касается как и при капитализме, так и в будущем при условиях, когда от социалистической Англии и Германии мы будем получать машины и прочее промышленное оборудование в достаточном количестве. я вот примерный смысл этой цитаты. Он идею Столыпина повторил. Столыпин предлагал сделать Россию главной страной. Вот в том-то и дело. Но это как бы затихло ввиду политических событий и прочей остроты ряда внутри партийных дискуссий и всё. Как бы это на перспективу отодвигалось. Не до этого казалось бы было. Но вы помните и выступление Троцкого и так далее. И дальше последовала смерть Владимира Ильича Ленина. И тот же Рыков будучи председателем Высшего Совета Народного Хозяйства стал председателем Совета Народных Комиссаров. То есть на него была возложена роль общей хозяйственной политики. И вот к сожалению в условиях НЭПа он и проводил вот эту линию. Закупали станки. Даже не в этом дело. Ситуация была, что не было разработано серьезного плана восстановления народного хозяйства. И хотя следующий председатель Высшего Совета Народного Хозяйства Феликс Емунд Дежинский вовсю предлагал эти решения для того, чтобы возродить экономику. Я вот приведу просто пример. Вот в Петрограде было несколько крупнейших заводов, которые работали и на оборону, и в целом, на экономику страны. Путиловский, Ижорский и Обуховский заводы. Это вот из крупнейших. В России еще были несколько других, приведу для примера, Брянский машиностроительный завод и Коломенский. Вот крупные гиганты. Ряд деятелей, которые противились индустриализации страны, будем говорить, восстановлению индустрии. Они говорили, что надо все эти заводы закрыть и ликвидировать, поскольку они убыточны. Но действительно, государство, чтобы ряд заводов поддержать, давало им дотации. Это несмотря на серьезные условия, когда не хватало топлива, сырья. Кстати, в Петрограде на один год был законсервирован Обуховский завод с 2020 по 2021 год, если я не ошибаюсь, он был законсервирован. не работал полностью. И тем не менее, вкладывая ресурсы в эти заводы, удалось сохранить основу тяжелой промышленности. А почему не могли восстановить сразу работу, допустим, Путиловского завода? До войны Путиловский завод производил большое количество паровозов, а после Гражданской войны, будем говорить, просто наступил транспортный крах, когда изношенность подвижного состава, локомотива была такова, что они ломались на каждом шагу, как писали многие, что вокруг железных дорог валялись разбитые паровозы, да и сама железная дорога работала довольно в тяжелом положении. Гражданская война тяжелое наследие. И тем не менее, на Путиловский завод не возложили задачу, потому что времени не было. Путиловский завод, оказывается, во время Первой мировой войны резко снизил производство паровозов и всего около 10 штук в год делал. Это для большой России ничтожное количество. и советская власть вынуждена была тратить валютные резервы и планировалось закупить около 4 тысяч паровозов за пределами страны. Первые 200 паровозов были в условиях санкций, когда Россию не признавали, через Швецию закупить первые 200 паровозов и к середине 20-х годов транспортная структура Советского Союза была восстановлена. А дальше наступил период реконструкции, который позволил поднимать поэтапно экономику страны. Я не буду об этом широко рассказывать, но по истории Советского Союза вы знаете. И соответственно росла численность рабочего класса. Вот здесь рабочий класс уже на других основаниях, но тем не менее имел свое представительство гораздо более серьезное уже ввиду своего влияния в органах советской власти и вообще во всех органах управления страной. Я еще хочу остановиться на другой проблеме, которая тоже принадлежит практике советской власти. Это национальное размежевание в стране. Первое. Ну вот вы знаете, что до революции была, будем говорить, такая двухступенчатая система управления территориальная. Это уезд, низшая ступень. Волось не будем считать, это слишком маленькая ступенька. Уезд и губерния. Петроградская губерния, Псковская и так далее, Московская. Ну вот, двухступенчатая. Но ввиду того, что, будем говорить, не хватало грамотных квалифицированных кадров для управления, то к середине 20-х годов в связи с ростом экономики и вообще развития страны перешли к трехзвенной системе. Это район, как сельский и городской, округа на месте бывших губерний среднего масштаба и области. Вот, в частности, в августе 27-го года была образована на месте Петроградской губернии Ленинградской уже губернии, Ленинградская область. Она далеко не та, которая сейчас. В Ленинградскую область с 27-го года входили сама Ленинградская область в ее нынешних границах, за исключением Выборгского и Приозерского районов, Псковская область нынешняя вместе с Великими Луками, часть нынешней Тверской области, часть, кажется, на востоке чуть-чуть прихвачена была нынешняя Вологодская область частично, и Северный округ, который потом получил название Мурманский округ и потом стал Мурманской областью. Вот и в 26-м году, когда во главе Ленинградской партийной организации стал Сергей Миронович Киров, то это был целый промышленный регион. Я почему об этом сказал? Вы знаете, когда были отторгнуты от Советского Союза, от Советской России Прибалтика, часть западных областей Белоруссии, то Петроград оказался промышленным центром в условиях экономической пустыни. И вот довольно было сложно в этих условиях реализовать потенциал, мощный потенциал и рабочего класса, и вообще промышленный потенциал Петрограда. И вот когда возникла Ленинградская область, то вы посмотрите, где только не работали ленинградцы, и в Мурманской области, и в Карелии, и во всех остальных влияние рабочего класса Ленинграда, оно резко возникло в сторону увеличения. Вот это была практика, которая позволяла привлечь тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч рабочих к управлению государством. Такая же картинка была, но это вкратце, в условиях, когда разноукладные, многоукладные сообщества были в составе Советской России, это имеется в виду Средняя Азия, там чуть ли не от первобытно-общинного и средневекового феодального общества советской власти удалось грамотно провести национально-территориальное размежевание. Фактически это все были, будем говорить, генерал-губернаторство в Средней Азии, там было только два национальных образования, и то не совсем национальных, а, будем говорить, территориальных, это Хивинская и Бухарская республики, как потом. Потом в середине 20-х годов проводили серьезные размежевания и на месте возникли вот те республики, которые сейчас после разгрома СССР стали независимыми государствами. Потому что в 22-м году, когда возникло новое национально-территориальное объединение советского государства, именно Советских Социалистических Республик, была политика, будем говорить, уважения и равноправия всех наций. И это сыграло свою положительную роль. Хотя были и отдельные моменты такие, что в ряде национальных республик возникли элементы национализма. Доходило иногда до того, что не изучался русский язык. Но экономика требовала того, чтобы русский язык стал языком межнационального общения. Вообще за эти 40 минут очень сложно рассказать о многих проблемах. Но тем не менее, когда шла индустриализация, первая, вторая, пятилетка, резко возникла потребность централизации. А централизация это централизованное управление. На месте отдельных трестов, синдикатов и высшего Совета народного хозяйства возникли ряд народных комиссариатов в области промышленности. Наркоматы общего, среднего, тяжелого машиностроения, особенно тяжелого машиностроения, где руководителем был Серго Джаникидзе. Разве ВСНХ не был более перспективный организаций для централизации? Давайте потом я отвечу. Это требовало концентрации усилий. И вот знаете, вот одних эмоций иногда недостаточны для понимания того, что происходило. Я просто хочу сказать, вот наряду с развитием национальных культур, национальных языков возникла потребность в широком непринудительном изучении русского языка для лучшего управления экономикой в стране. И вот в марте 1938 года вышло постановление, где впервые законодательно после революции 1917 года было принято решение об изучении русского языка. Это требовала и армия, этого требовала и экономика, потому что армия это орган государства экстралиториальный, где всё должно быть на одном языке. Вот это практика такая. А дальше уже возник очередной вопрос, особенно это после 1934 года, после 1917 съезда экономика России после Советского Союза в целом, после первой пятилетки выросла настолько, что уже прежние методы не давали того достаточного эффекта, который был в 20-е годы. Я немножко всё эскизно говорю, и возник вопрос о том, что необходимо изменение главного закона советской стороны, потому что у нас было две конституции, 18-го года и 1924 года Конституция СССР, и началась работа над новой Конституцией СССР, потому что и республик стало больше, и естественно управление в области государства усложнилось. И вот здесь впервые мы приходим к такому достаточно противоречивому моменту. По Конституции 1936 года был переход от пропорционального делегирования депутатов съездов советов уже по принципу территориальному и естественно каждый человек имел один голос. Вот этот момент многие считают, что мы будем говорить противоречивый, особенно в рамках на практике после того, как произошло разрушение Советского Союза. Многие утверждают, что это чисто буржуазный был принцип. Отчасти да, это общий демократический принцип выбора власти. Но в тех условиях, я думаю, когда взвешивали все за и против, наверное, все-таки думали, что ВКПБ, как большевистская партия, достаточно сильна, чтобы преодолеть все эти противоречивые моменты в избирательном праве. И достаточно, будем говорить, воспитана была колоссальная когорта партийных руководителей, которые смогли бы это дело поддержать, будем говорить, создание социалистического общества. В общем-то, так и было. Но, к сожалению, дальнейшая практика показала, что это не совсем в условиях классового окружения Советского Союза это может продолжаться бесконечно. Почему? Потому что и роль партии, и роль отдельных выдающихся организаторов и руководителей страны, она не бесконечна. Но предвоенные годы они показали мощь и будем говорить гибкость политики в советском государстве. с какой целью тогда? Вот бумага, бумага, не мешайте. В 37-м году, 5 декабря 36-го года состоялось, будем говорить, состоялось голосование по принятию Советской Конституции, ее тогда называли Сталинской. В 37-м году прошли первые выборы Верховный Совет СССР. Если раньше были съезды и избирался Центральный Исполнительный Комитет Советского Союза, и также в республиках, на Украине, в УЦИК, всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет, ну и во всех республиках. Я не буду останавливаться на персоналиях, многие из них, он, допустим, на Украине был бывший депутат Государственной Думы, еще дореволюционный Григорий Иванович Петровский, ну, долгие годы во главе ЦИК СССР стоял Михаил Иванович Калинин, и он был потом снова выбран уже председателем Президиума Верховного Совета. То есть, вот правовая база, правовая практика Советского государства, она уже была достаточно грамотно сконструирована. И к 39-му, 40-му году все было, как казалось бы, в полном порядке, вот, в плане построения государства. Но здесь есть один момент, и тут же произошел спад. Не потому, что государство ухудшило свои позиции, а просто в результате определенных моментов в Советский Союз вступили новые территории. Ввиду экономического, военно-политического кризиса все бывшие окраины России, именно независимые в то время буржуазные государства, Литва, Латвия, Эстония, вынуждены были вступить в Советский Союз. Не потому, что Советский Союз их заставил вступить. Там был такой тяжелейший экономический кризис, что они вынуждены были, в виде пример, колоссальный положительный пример Советского Союза, подать прошение о приеме состава Советского Союза. Это август 1940 года. И вот здесь, вы понимаете, это было принято на Верховном Совете СССР, я подчеркиваю это. А дальше Западная Украина и Белоруссия, Молдавия вступили в состав Советского Союза. Поэтому здесь, но поскольку там уже население прошло, тот большой 20-летний путь социальных преобразований, коммунистического, социалистического воспитания, то там мы встречаем в общем-то буржуазные пережитки, серьезнейшие перед войной были. Поэтому это тоже вот такой момент довольно серьезный. Дальше, к сожалению, мирный ход истории в Советском Союзе был прерван войной. Это опять потребовало колоссальнейших усилий будем говорить Советского Государства в преодолении всех этих трудностей. И только благодаря тому, что мы имели большую, великолепную экономику, грамотные, многочисленные кадры не только в управлении, не только в Красной Армии, самое главное в производстве, в Советской экономике удалось выдержать соревнования в прямом смысле противостояния со всей экономикой Западной Европы. Ведь фактически в Западной Европе на момент нападения на Советский Союз было всего два независимых государства. Это Швейцария, которая по большому счету никакого промышленного значения не имела. это была банковская ячейка Европы и Великобритания, которая воевала с Германией. Все остальные страны, ну можно еще причислить Швецию, которая была вроде бы нейтральна, но благоволила к Германии и поставляла в ходе всей войны сырье и выдержала экономика Советского Союза противостояния со всей экономикой Западной Европы. И в 45-м году Советский Союз победил в самой страшной войне, будем говорить, не только 20-го века, а вообще всей истории человечества. Казалось бы, сейчас вот несмотря на тяжелейшие людские, экономические и другие потери развиваться, но опять не удалось провести нормальную, будем говорить, мирную экономическую реформу, в каком плане? Конверсию производства. И несмотря на тяжелейшие потери, несмотря на довольно тяжёлую разруху, всё равно в 46-м году были проведены выборы в Верховный Совет СССР. Понимаете, это тоже говорит об устойчивости и громадной ценности опыта советского государства. И дальше я просто прошу прощения, я хочу сказать, что для сколько там осталось? Нисколько. Ну вот сейчас буквально. Я хочу сказать, что послевоенный период до 1953 года характеризуется тем, что фактически Советский Союз, Советское государство выиграло ещё одну войну. Если бы её не выиграли, то неизвестно, существовала бы сейчас Россия. Это именно гонка, когда было создано ядерное оружие и ракетная техника, когда мы отстояли свою независимость. Понимаете, это по масштабам не менее важное событие, чем в определённом смысле Великая Отечественная война. А вот дальше просто я что хочу сказать. А дальше начались после смерти Сталина и ухода с политической арены ряда испытанных руководителей государства начались эксперименты над советским государством. Это связано с личностью Хрущёва и его группировки, где вот этот недостаток ну будем говорить выбранной системы привёл к тому, что многие моменты были разрушены. Ну и позвольте, когда начнётся, я вам отвечу на вопрос о совнархозах в Совете Народного Хозяйства. Ну вот я думаю, раз укладываюсь время... Вопросы будут выступлены. Ага. Спасибо, Владимир Фёдорович. Два вопроса. Да. Два вольта я зачитаю. Министерство Шевелёв Игорь Иванович. Первый вопрос. С какой целью необходимо было рисковать в 1936 году, рассчитывая на партийных работников и отходить от пропорционально избираемых советов от заводов и фабрик, когда можно было просто не трогать выбранных советов? Это понятно. Но вы знаете, я хочу сказать, что к середине 30-х годов в Советском Союзе, как было сказано, были построены основы социализма. И тогда всему обществу в целом и руководству казалось, что это общество достаточно динамично и уверенно будет продвигаться к социализму. А вопрос о равноправии всех членов общества, он как бы сам по себе возникал. Почему? За эти годы после революции были ликвидированы классы эксплуататорские. Во-первых, класс помещиков, класс дружище. Дальше на селе были ликвидированы как класс кулачества. казалось, что вполне достаточно того, что уже эти люди, когда старые книги читаешь, там пишут такое слово интересное «перековался», не перевоспитался, перековался. И второй момент, казалось, что вот та система, которая действовала, она немножко уже устарела, несмотря на то, что она действительно была в условиях советского государства на тот период достаточно устойчива. А потом считали, что органы, будем говорить, правопорядка достаточно серьезно контролируют ситуацию в стране. И вот антисоветские контрреволюционные выступления, они могут быть легко подавлены. Это раз. А второе, для тех, кто пытался противостоять советской власти, знаете, такой был термин «поражение в правах». То есть, когда те люди, представители эксплуататорских классов, они просто лишались избирательных прав. Ну, понимаете, прошло 20 лет, и тогда казалось, что советская власть достаточно устойчива. Но никто не мог предвидеть дальнейшего это тяжелейшее испытание как Великая Отечественная война, и дальше серия, будем говорить, уже других экспериментов над советской системой. Я могу вот сказать, некоторые воспринимают эксперименты, я не знаю, как можно назвать, группировки Хрущева в 50-е годы, когда были ликвидированы многие завоевания социализма, и самое главное, была смоделирована процедура развала СССР. Первое, смотрите, уничтожены были закаленные руководители многих правоохранительных органов, по-разному можно относиться, но тем не менее, вся верхушка госбезопасности была изъята. Дальше наступили определенные преследования ряда военачальников, которые были не согласны с политикой Хрущевской верхушки. Это два, третье. Сталин незадолго до смерти написал знаменитую работу «Экономические проблемы социализма». Хрущевская верхушка сделала всё с точностью наоборот. Были в 59-м году ликвидированы очаги индустриализации на селе машино-тракторные станции. Это в 58-м году решение было принято, а уже в 59-м году практически ни одной станции не осталось. Понимаете, какой темп? Централизация начала уничтожаться. Вот, это второй момент, правильно вы говорите. Была уничтожена централизация, а именно под прикрытием шума от, ну, допустим, пуски первого спутника Земли под прикрытием фестиваля, семейного фестиваля молодёжи и студентов, была произведена самая негативная ликвидация централизованного управления советским государственным экономикам. то есть, все министерства были ликвидированы, практически все, и на месте этих крупных объединений возникли местные совнархозы, но если Ленинградский совнархоз, Московский совнархоз или какие-то другие советы народных хозяйств, крупных промышленных центров были жизнеспособны, то ряд мелких совнархозов они не могли, будем говорить, выдавать серьёзную продукцию. Мало того, что это, так ещё началась кампания в сельском хозяйстве, когда были то кукуруза, то ещё что-то беспричинное, необоснованное, точнее, экономические укропнения колхозов, совхозов, это тоже вносило дезорганизацию в производство, в экономику СССР. И недаром 20-й съезд был в феврале 56-го года, следующий съезд должен был быть в 61-м году, а почему-то в 21-й внеочередной был в 59-м году, да, и был посвящён как бы проблемам химизации, но фактически он узаконил семилетку, то есть в результате всех этих реформ темпы роста производства в стране упали, и фактически пятилетка не была выполнена. Поэтому не всегда возврат, казалось бы, к прогрессивным формам во времена начала существования советского государства привёл к успехам наоборот. Другое дело, что министерства не всегда выполняли свою роль до конца, может быть, чрезмерная централизация, но для этого нужно было усилить роль госплана, а наоборот, госплан тогда тоже был поставлен весьма и весьма затруднительное положение. И уж апогеем будем говорить реформ Хрущёва и его группировки это было после 22-го съезда партии, я не буду говорить о политических аспектах шельмования прежнего руководства страны, как это так говорится, я скажу о том, что до середины 60-х годов помните эту эпопею с разделением партийных органов на сельские и промышленные? Так вот, это не только партийных органов, это ещё было бы полбеды, а дело в том, что также были разделены и все областные исполнительные комитеты сельские и промышленные. У нас была только одна область, где был единый областной исполнительный комитет, это Магаданская область, потому что там одни промышленные предприятия, ну, родники золотоносные и так далее, всё, всё остальное было разделено, а вы представляете, как и насколько усложнило это политическое руководство, когда были разделены партийные органы и как усложнило управление государственное, когда были исполкомы разделены. И это продолжалось, ну, до 64-го года, постепенный возврат пошёл, но, я просто заканчиваю, значит, что произошло в 64-м году, когда сняли Хрущёва, вместо этого было навязано, будем говорить, со многими элементами рыночной экономики, капиталистической реформа, так называемая Косыгинская. Это раз. Второе, самнархозы были ликвидированы только в 67-м году, это тоже, но возврата к, ну, будем говорить, к централизованному управлению министерства союзные уже полностью не было. Возникли так называемые союзно-республиканские министерства. Здесь раньше было, ну, до 57-го года союзные министерства и было в республиках, областях, ну, в республиках, в первую очередь, министерства местной промышленности, то есть, отражало, так сказать, местный колорит, всё остальное управлялось централизованно, экономия ресурсов, материальные, людские, и финансовые, союзно-республиканские министерства. Здесь уже другое, потому что за эти 10 лет, ну, будем говорить так, руководящие органы, ну, как сейчас выражается элита в республиках, привыкли к определенной доле самостоятельности. Они переходили из партийных органов, государственные органы, в органы хозяйственного управления, им уже Москва как бы не была указана, и они очень довольно серьёзно воспринимали потом 60-е годы вопросы руководства из Москвы. И последнее вот я хочу сказать, вы знаете, в те годы, может, покажусь, так сказать, несколько реакционным по отношению кое-кому, в те годы, когда шла критика Советского Союза, политики его при Сталине, собственно, личности Сталина и так далее, значит, была такая в ходу поговорка, особенно у творческой интеллигенции, когда какие-то определённые меры воздействия принимались, то среди них такой был лозунг «Интеллигенция нас не поймёт» или ещё веселей «Европа нас не поймёт». А я вот лично слышал, когда я работал среди рабочего класса строителей, механизаторы, они, знаете, как на эту тему говорили, ну ладно, там интеллигенция не поймёт, а поймёт ли вас, уважаемые товарищи, рабочий класс, это уже было серьёзное дело, 50-е, 60-е годы, понимаете, возник определённый разрыв между восприятием советского государства, между интеллигенцией, особенно творческой, и рабочим классом, ну и будем говорить, в определённой ситуации даже провокационное выступление, ну будем говорить, подстрекателей в Новороссийске, ведь оно возникло, в Новочеркасске, возникло не на голом месте, это последствия вот того курса хрущёвской верхушки, ну вот я как понимаю, вот то, что сейчас сложно, фактически на второй вопрос позиция была изложена, выступающих один, поэтому и заключить на слово будет подводить. Значит, по лекции Владимира Фёдоровича, вот тему, озвученную в лекции Владимир Фёдоровича, раскрыл в широком плане, на мой взгляд, то есть и в историческом плане затронут аспект, и принципы формирования советской власти, и национальных, аспекте, и территориальном. И лекция была познавательная, с цифрами, с интересными фактами, за что, я думаю, нужно однозначно поблагодарить Владимира Фёдоровича. Я бы хотел всё-таки остановиться на одном ключевом вопросе, тем более, что вот вопрос, который прозвучал, он как раз видимо затронул, то, что нужно больше времени уделить, а именно есть такие истины марсистские, доказанные теоретические и доказанные практические. Они следующие. Первая сущность любой власти любого государства это диктатура классовая. Если у нас буржуазная государство это диктатура буржуазии, то, что мы имеем сейчас в нашей стране. Если советское государство, то сущность диктатура религия. Это первое. Второе. Есть организационная форма для диктатуры буржуазии свойственна выборы по территориям. Я не беру детали. Парламенты, президенты называются по-разному. Бывают вместе, бывают отдельно. А для диктатуры пролетариата органически присущ свойственна организационная форма этой выборы по производственным округам. и до 1936 года это было. И в 1936 году вдруг правящая партия коммунистическая убрала эту организационную форму. Конечно, интересный вопрос, что там было в головах наших лидеров. Это, наверное, вопросы будут изучать историки, писатели. но мы должны сейчас констатировать факт, что было принято решение в разрез с программой партии, ленинской программой. И там четко сказано было, что первичной ячейкой основой советской власти является фабрика заводов. А что дальше-то пошло? А дальше-то пошло, что нельзя сказать, что разрушилось и покатилось вниз. И я согласен с Владимом Федоровичем, прежде всего, во-первых, в середине тридцатых годов мы из переходной перешли в цель экономики в коммунизм. Была создана советская экономика, которая соответствовала сущности социализма, его непосредственно общественной сущности, отвечала цель социалистического производства. И вот эта фундаментальная экономическая основа, она еще продолжала функционировать. И второе, коммунистическая партия была правящей. А как она формировалась? Первичные организации где были? На заводах. Вот этот принцип параллельно существовал, копировал. И вот на этом держалась. И вот когда вот эти оставшиеся две основы были уничтожены, совершенно полностью я с вами согласен, это экономическая реформа 65-го года, фактически, переведшая на рыночные рельсы советскую экономику, все поставившие основы на голову. и конечно решение 22-го съезда, которого выкинулась программа партии, команда Хрущева, не знаю как назвать группу ревизионистов, пруднистов, положение о диктатуре пролетариата. В общем, народные государства. Фактически, да, может быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. То есть фактически, образно говоря, были открыты шлюзы, хлынула вода и пошел поток в обратном направлении. А так, я думаю, вам заключить на слово. Ну, спасибо. Ну, я, как бы, заключительное слово. Я просто, понимаете, когда вот читал все это, ну, когда, ну, материала было столько, я даже испугался, что такая тема, я тут нагло решил ее озвучить. Я хочу добавить вот еще что. Почему в экономике у нас в 50-е годы, точнее, уже в 60-е годы возникли определенные проблемы, несмотря на безусловный рост экономики и так далее. А был выкинут важнейший показатель из экономических показателей именно плановое снижение себестоимости продукции. В результате мы поймели первое увеличение стоимости продукции, потому что предприятия не очень стали быть заинтересованными в снижении себестоимости. Это раз. А второе, дешевые продукты, товары стали вымываться из из ассортимента потребительских товаров. То есть, чем дороже, тем стимул, будем говорить, исчез к снижению себестоимости. Нет в показателях и все. Вот это тоже очень важно, что когда в 30-е годы наоборот борьба шла за снижение себестоимости, увеличение производительности труда, там экономика развивалась колоссальными темпами. А дальше уже началась вот эта серьезная структурная диспропорция. Это раз. А второе еще, я хочу сказать, поскольку тема очень серьезная, сложная, причины крушения СССР, казалось бы, ничего не вещало и прочее, но здесь еще один момент возник вот какой. В заключительном слове это я обязательно хочу сказать. Понимаете, вот разница в экономических привилегиях или, я бы сказал, льготах в разных республиках. Вот давайте, вот последние годы Советского Союза сколько было квадратных метров при выделении жилья на человека. Ну, проще говоря, стандарт был такой, 6 метров санитарная норма и 9 квадратных метров на человека в семье, вот и считайте. но ведь так было только пожалуй в РСФСР, а в других республиках немножко по-другому. В республиках Прибалтики на Украине было 13-14 метров на человека. А вы посчитайте, насколько это, ну, даже в современных сценах это, ну, экономическая привилегия выражается в денежном выражении, тем более в других показателях. Это тоже неравномерность. Вот второе, я вот приведу вам пример. В 91-м году за счёт того, что шла перекачка средств из бюджетов донорских, как сейчас говорят, регионов, в первую очередь РССР, другие регионы, в частности в республиках Прибалтики плотность шоссейных дорог была в шесть раз выше, чем в европейской части РССР. Понимаете, это очень серьёзный показатель. Вот это тоже сыграло свою роль. Почему так довольно отстранённо рабочий класс в 91-м году воспринял все эти, ну, будем говорить, политические ситуации. А второе, постепенно рабочий класс, уверовав, что партия не ошибается, и не только был оттеснён, но и сам стал в большей степени, будем говорить, отходить от желания управлять как государством, так и в целом обществом, и на производстве, и в городе, и так далее. Понимаете, это тоже, это чисто субъективный фактор, он тоже свою роль сыграл. Но, безусловно, что нарушение, я вот вначале говорил, что как мы не крутим, а есть такая авария чернобыльская, нарушение фундаментальных законов управления. Та же самая ситуация, правильно, о том, что форма диктатуры пролетариата наиболее оптимальна, она выражалась через пропорциональное представительство рабочего класса. Ну, это классика, которая, будем говорить, со времен годской программы. Почему так было решено? Вот это вот загадка, как это так пошли по определенному пути либерализации. Нам все-таки думали, переценили свои силы, что партия и в целом советская власть достаточно крепкая. А вот достаточно было с 1953 по 1991 год и произошло не только крушение партии, но и крушение государства, Советский Союз. Ну, а чтобы заканчивать, я приведу еще пару цифр. Вы знаете, вот я анализировал недавно, справочные данные. Оказалось, что в правящей партии к 90-м годам численность рабочего класса была всего 31%. Не только вот то, что в 30-е годы, когда коммунистической партии в КПБ состоял больше процент рабочего класса, были и партийные призывы, в том числе ленингский призыв, где рабочий класс еще сохранялось в Верховном Совете пропорциональное представительство рабочего класса, сообразно численности рабочего класса вообще в народном населении СССР. но вы помните выборы в последнем периоде Советского Союза, то есть последние выборы Верховного Совета СССР, что произошло? Помните, я говорю, 31% и так рабочих в партии, а дальше вдруг помните, когда общество филателлистов, журналистов, еще каких-то интеллигентских организаций пошли самостоятельно, что отрывая, грубо говоря, квоты от рабочего класса, в результате в последнем Верховном Совете СССР была ничтожно маленькая доля рабочего класса для принятия решений. В результате Верховный Совет был уже не тот, который должен был быть сообразно пропорциональной численности рабочего класса. Но и даже он к власти буржуа представлял опасность, и он был разогнан в 1991 году. То есть одна ошибка или послабление со временем привели к другим ошибкам. Довольно серьезно изучать последствия того или иного решения всегда очень сложно. А так ли это, не так. Поэтому я прошу извинения за то, что я в коротенькой этой лекции попытался поднять эту кучу проблем. Просто я хочу сказать, когда я был в Госдуме, я там видел, как между собой грызлись группировки буржуа. Те, которые ориентировались типа яблочников на Запад, там выбор России на Запад, те, которые говорили, что мы государственники, нынешняя Единая Россия, или такие авантюристы типа Жириновского. Но все это было уже не в интересах рабочего класса. и все, что последующие годы, с 91-го, точнее, уже даже еще раньше, с 89-го, а уж конкретно с 93-го года Государственная Дума и в целом государство под названием Российская Федерация принимает все законодательные акты в первую очередь в интересах буржуазии, и даже не всей буржуазии, а крупной буржуазии. И вот даже сегодня президент Путин на заседании сказал буквально следующее, что нужна свободная конкуренция на местном региональном уровне, потому что в некоторых регионах, ну будем говорить, местные чиновники в лице губернаторов местных властей пытаются как-то сохранить предприятия местные, но им говорят, нет никаких льготных условий конкуренция, ну может ли местный производитель конкурировать с такими крупными, ну в частности в торговле, крупными сетевыми оптовиками, магазинами, там продуктовые товары, промышленные товары, не может, то есть рано или поздно начнется вымывание уже всего даже мелкобуржуазного бизнеса, поэтому вот когда некоторые говорят о том, что а это нас не касается ничего подобного, все эти решения касаются нас рано или поздно дойдут до нас и ударят нас по голове, поэтому отход от принципиальных позиций, даже в незначительном, он и приводит к искривлениям будущим, может скором, может отдалённом, вот к той трагедии, которая произошла с Советским Союзом, именно с советской властью. Спасибо, Владимир Владимирович. По теме следующего занятия я напоминаю товарищам, что мы в этом году отмечаем 93-е садня рождения выдающегося советского учёного-марксиста, заслуженного деятеля науки Василия Яковлевича Еремеева. И вот будет посвящён цикл лекций, его творчества. Поэтому встречаемся в следующий четверг, 12 апреля. Тема лекции «Развитие Еремеева марксистской социологии». Лекцию прочитает профессор Синюкин. До встречи, четверг. А как же 203 марта? Будет конференция церкви. Редактор субтитров «Симон» «Развитие» «Развитие» Healing Лю Hans f г worried» «Развитие» «Развитие» «Развитие»